И всем привет, с вами Скорпик, и сегодня мы будем смотреть, да, правда будем смотреть и анализировать трейлер пятой части игры ФНАФ, ну или же можно назвать Сестриской локацией, Сестришн Локэйшн, так-так. Давайте что-ли посмотрим. Сейчас нам будут показывать из предыдущей частей некоторые фрагменты. То есть, что было в предыдущих частях. И давайте вот рассмотрим вот этот момент. Вот где король начинается. Как вы видите, у нас тут какой-то пропеллер, стоит вентилятор. Также будут присутствовать, наверное, плакаты вот. Как вы видите, плакаты присутствуют. Будут вот такие вот красивые двери, вот кнопочка, даже, возможно, мы их будем открывать. Вот там вот ниже даже подобие какой-то вентиляции, может даже будет свет выключаться. Ну вот как, в принципе, практически как во ФНАФ один. Так, что это у нас было такое? Вот, видите, как будто кто-то по вентиляции ползет здесь. О, это мы видим фантайм Фокси. И почему-то она раздвигает свою голову. Очень глубоко. Балерина какая-то. Там здесь пятая вспоминания. Белый Фредди. Зло не демона. Это, видимо, рука Бэйби или еще кого-то. И не держится крепко. О, фантайм Фокси. Какая-то балерина. Кстати, в этой пиццерии будет присутствовать тот элемент, которого не было в пиццерии Фредди Фазбер Пицца. И в пиццерии Фэмили Дайнер. Тут будет танцы. Да. Ну, Фредди и... Бэйби. Да, какая-то Бэйби. Ну, как аниматроник называется. И давайте рассмотрим сейчас один очень важный момент. Кто сидит на руке Фредди? Если я не ошибаюсь, то это Бонни. Потому что, вот, смотрите. Он шевелит ушами. Можно отчетливо заметить, что он шевелит ушами. Можно отчетливо видеть. Он синего цвета. Это видно. У него была бабочка. Это точно видно. Значит, это Бонни. То есть, как бы, если у нас у фантайм Фокси должна была быть попугай, ну, как все многие думали, то у Фредди, у нашего новенького, будет на руке Бонни. Что достаточно необычно и интересно. И да, еще хотел бы вас обратить внимание на одну мелочь. Видите? Да, именно это. Вот то, что находится под галстуком у Фредди, у фантайм Фокси. Именно этот отсек. Вам не кажется он странным? И для чего этот отсек? Мне кажется это очень странным. Ну, потому что у аниматроников не было таких отсеков. Может быть, это для чистки. Или еще для чего-нибудь. Какие-нибудь, может быть, детали там хранятся. Или еще что-то. И да, сейчас я вам сразу скажу. У меня есть несколько версий, почему у них открываются вот это глаза и рот. Ну, вообще у них лицо открывается. Во-первых, это улучшивает подвижность аниматроника. Во-вторых, так его легче почистить. Например, когда будут чистить саниматроников, это намного удобнее снять и все изнутри почистить. И также, если, например, костюм разломается, можно будет снять эндоскелет легко при помощи такого костюма и вставить новый костюм. Sister Location. Live Nights at Freddy's. Там было написано. А вот, кстати, доказательства того, что я говорил. Как вы видели, у нее была часть аниматроника. Это ее офиге. И да, тут очень много отсылок на Five Nights at Freddy's, потому что, ну, это же делать сам Скотт, это понятно. И сейчас я вам одну из них покажу, если не найду. Все-таки. Тут была одна отсылочка на Би-Би, нашего... Многие любили, кстати, Балун Боя. Вот, сейчас, извиняюсь, вот, хороший кадр. Вы можете видеть вот сейчас в правом уголке какую-то непонятную игрушку, похожую на человека. В том углу была игрушка Балун Боя. Ну, по итогам трейлера можно сказать, что он получился очень впечатляющий. В окна в пять, ну, или же в сестрицей скайлокации мы будем ждать очень много новых аниматроников. Говорит, по расчетам, где-то их будет около семи. Ну, все еще, может быть, возможно, будут даже секретные. Ну, что ж, если вам понравилось видео, то поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, обязательно. Подпишитесь на канал. Что ж, с вами был Скорпик. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ну, ставим обязательно лайки, если вам видео понравилось. Пишем положительные комментарии. Всем удачи и пока-пока. До новых встреч.